Мы идем на переправу, на ту сторону поплывем. На большой лодке, по-моему, 50 рупий стоило, но там ждать надо по заполняемости. Может быть, на маленькой поплывем. Ну, как и в прошлом году, переправа стоила 40 рублей. Привет, это великий Андрей. Смотрите, где ему можно было встретить, Махадем, на лодке в Ганге. А мы вместе в Самаре. В Самаре всех тогда... Ох, победили мозгобойню. Об намахщивай. Слушай, 5 часов, давай, давай, давай. Андрюх, ну, давай. Все, фотографируй. Так, еще давай. В 5 часов встречаемся, интервью записываем. Да, и всякие там... Знаешь, если... То есть сегодня по плану Пуджа, да? Пуджа по плану, да. Классно. Это вообще, это самое мощное, это самое главное. Самое, что вообще стоит... Посетить здесь. Сетить и делать это Пуджа. Это прямо самый слив. Ну, слушай, ну, вчера мы, видишь, ну, ты знаешь, мы это ждали на концерте, но никто... Ну, понимаешь, такие вещи, они не в наших руках. Это же все такое, это все милость, Махадем, он тебя приводит. Ты не выбираешь такие вещи, я пойду туда. Не-не, не выбираю, да. Все верно говоришь. 5 часов на Пудже, тогда встретимся, а дальше пойдем куда-нибудь. Да-да, там уже спланируем. Все. Андрей, скажи, а ты основатель Самарской диаспоры в Решикеши тебе? Мы здесь были, да меня, у меня такое смотря. Да, мне кажется, вообще, знаешь, Федор вот отметился. Федор здесь тоже отметился, Фомин. Ты понимаешь, да, в Ранасе, по крайней мере, когда я был там, постоянно о нем слышал, и вот именно вот эту Самарскую диаспору, это... В Ранасе, это и не я это слово произнес. Самарская диаспора, даже не ты произнес ее слово. То есть мы очень... Самарская духовная диаспора. Мы очень ценные, да, персонажи? Здесь, в Индии. Или не все? Ну, ты знаешь, по мне так все одинаково ничтожены, потому что кассы вообще нету. Кто-то выше, ниже, нет. Все примерно одинаково. Но я тебе же расскажу, что здесь я иногда встречаю бобов, которые очень внешне похожи на Федю. Я всегда с ним разговариваю. Да, я сам видел. Да, да, да. Кстати, факт. Да, факт, факт. Неоспоримый факт. Так, остался. Ну, я уже, ты знаешь, я уже давно разождествился во всем самаре, не самаре. Любятые такие, как, знаешь, как другая жизнь, как какие-то плотные материальные миры, как другая планета. Там совершенно даже физические законы другие. Самаре. Здесь все, да. Ну, вообще, в том, в таком, так скажем, западном мире. Да. Здесь как-то все более правополушарное, что ли. Все более на ощущениях такое стегучее, понимаешь? Да. И поэтому я не считаю, что здесь какое-то продолжение Самары. Это другая жизнь. Это другая планета. Это перерождение в духовном мире. Я вот так считаю. Поэтому у меня уже очень мало осталось каких-то, знаешь, как в полусне. Вот реально, как в прошлую жизнь. Ты поминаешь? Какие-то там вещи. И просыпаешься нормально, да, здесь. Да, да, да. Потому что оказывается, что все это не имело. Знаешь, я первый раз, когда в Индию поехал, я тоже просыпался, что я возвращаюсь в Самару, в снег там. Я так говорю, нет, нет, нет. Как самый страшный кошмар. Просыпался я на берегу океана, пятый день смотрю, мне еще 25 дней здесь. Тут, я думаю, приснится же дрянь какая-то. Я даже думать об этом боюсь. Я даже в эти вещи не захожу. Все, сегодня свидимся. Свидимся обязательно. Арти очень живописно, красиво. Тысячи лет вдоль Ганги, во многих-многих местах. Они ее встречают огнем, благодарят за то, что она здесь. Ганга – это же не просто вода. Она не воспринимается. Ганга – это поток сознания. Конечно, сознание. Сволос шивы, спускающиеся из вселенной. И поэтому каждый день уже многие-многие годы проводятся вот это восхваление. Поэтому я… Ну, жай. Жай. С Андреем в Самаре играли в команде «Мозгобойня». Такой был квиз. Всех победили. Чемпионами стали. Самары. И выиграли Лигу чемпионов. Сейчас живет Решикеша. Работает переводчиком. Ты знаешь, это вот как кошку. Ты же ничего не преручишь, правильно? Она сама все равно в себе. Вот, видите, примерно. А это как маленький человеческий… Смотри, что… Смотри, что… Смотри, что… Смотри, что… Смотри, что… Подожди, подожди. Мы в Анталию уже пришли. Да, да, да. А что за история, Андрей? Что пришел? Ну, то, что даже два года мы еще… Были какие-то девчонки-типушки. Ну, где же они приехали? Здесь же «Ашрам Битл». Сюда иногда все приезжают. Они думают, что здесь что-то такое. А здесь, кроме еды, нет. И им скучно. Десять часов уже. Да, там сейчас… Вот. И они решили немного разгарить атмосферу и пофоткаться, не ближе, на мосту, пока он еще там работал. И мало… Они еще догадались выложить все эти фотошки. Вот тогда… Депортировали которые? Единственное… Да, да. Вот они как раз сидели в этом мотеле. В Анталии еще и Анталию на миллион руках. Чтобы не давали к тому попало-то. Нифига. Исключительный случай. Это потому, что здесь… Здесь же не купаются, например, на фикси лежать. В бикини, там все. Точнее, только полностью забиты в виду. Это не потому, что жарень когда пробил. Ну… Это духовный центр. Хороший, чтобы на крещение не пошли в Гангу. Да. Исключительный депортир. Уже депортир. А тут мы сейчас просто выйдем вверх. Мы на это же шоссе выйдем, но срезаем его. И там будет тоже красиво. Пойдемте там. Пойдемте. Офига на плите. Исключительный депортир. Пойдемте. Мы с Андреем на время расстались, чтобы встретиться с ним вечером. Исключительный депортир. А я говорил, мне этот банкомат не нравится Давай другой Закинулись мы пробиотиками на всякий пожарный Максиму взяли лекарства Идем искать большой шеволингвам Никто нам не говорит, где он находится Я не знаю, может и смысла нет искать его Мы едем в Сихский Крам Мы едем в Сихский Крам и в банкомат Потому что шеволингвам мы большой будем искать долго Ну вот и приехали Сихский Крам Заходим, идем вовнутрь Ну идите уже, блин Заходим в Крам, снимать как получится Посетили мы Сихский Крам Дальше надо найти банкомат Вот банкомат надо найти Ну и что? Не нашим сейчас, не мое Почему? Что случилось? Не мое, не мое Слишком агрессивно? Вот это да Что ж они могли здесь найти Слишком агрессивного Ну подумаешь, замес получился Пару голов отрубили Ну слишком агрессивно Вот это да Нормальная воинская традиция Сигера Какие тебе фрукты надо? Вот эти, они очень слабые Хорошо Сейчас, сейчас, сейчас Мы сняли деньги и теперь купим фрукты Поедим, наконец Ладно, я понял Мы купили мороженое с куркумой С куркумой Лекарственное, лечебное для горлов Что? Шашлыки Шашлыки В Дахрадуни поедите шашлыки Завтра поедем В Дахрадуни Буддисты едят мясо Слышите? Но готовят они его Мне кажется Да, не очень Ну, можно попробовать Так, ребята Впервые добрались до Ашрама Шивананды Мы побывали в Ашраме Шивананды Сейчас последнее место будет Которое я вам хотел показать Не туда надо идти Оно рядом Но вверх надо подняться Да, просто так Сюда смысла идти ради этого места нет А посетить его надо Вам понравится Пойдемте Все, дошли Мы входим в частную территорию Но это того стоит КОНЕЦ Об этом месте просто немногие знают А можно прийти Здесь человек 15 Йогой позаниматься На этой позитивной ноте Я прощаюсь с вами До встречи В Гималаях В Масуре Вау! Я там не был И Дахрадун Между делом Субтитры подогнал «Симон»